Привет всем, дорогие мои друзья! Сегодня хочу снять очередное видео и рассказать вам о том, как выглядит наш, в нашем городе, в нашем городе Апольдо обновленный парк, который сделали буквально в прошлом году. Осенью закончились все работы, называется он Паулиный парк. Перед входом в Паулиный парк располагается такая вот карта, сделана, она была из камня, и здесь по бокам указаны номера, различные номера. И эти номера, например, Мацин Кеши, стоит под номером 01, 02, Лютер Кеши, 03, Котольщин Кеши, 04, Радхаус. И здесь мы можем посмотреть, что, допустим, есть картиночки, например, 0-драй. Это у нас Котольщин Кеши. И так вот по всей карте есть такие картиночки небольшие, сделанные из металла. Точнее, они сделаны из камня все-таки и обрамлены металлом, где можно посмотреть, где располагается. И вот так вот выглядит карта, произведенная в виде камня нашего города Апольдо. Вот так вот выглядит обновленный Паулиный парк. Раньше здесь немножко предыстории. Была заброшенная территория, была закрытая территория. Здесь нельзя было вообще даже проходить. Было все зароси деревьями, кустарниками непонятными. Но в преддверии Гартеншау, садоводческой выставки, территория была облагорожена. И здесь этим занимались последние два года. Сейчас здесь сделана детская площадка, большая. Сейчас мы туда подойдем, посмотрим, как это все выглядит. Сделана прогулочная зона с различными тропинками. Поставлено много скамеек. Поставлены символы города Апольдо в виде яблок. То есть очень и очень красиво сейчас здесь стало. И сохранены часть деревьев. Конечно, много деревьев было выпилено, вырублено, выкорчевано. Но все-таки большие деревья, старые деревья были сохранены. И вот одно из них перед вами, такое большое-большое, старое, очень старое дерево. Теперь пошлите погуляем и посмотрим, все-таки как же дальше выглядит наш Паулинен парк. Какая красота сейчас в этом парке. Как я и сказал, внизу там располагается детская площадка. Сейчас попробую приблизить. Видно, что там сейчас играют дети. Раньше на этом месте не было никакой вообще площадки. Она полностью построена заново. Здесь имеется вот такая беседочка. Интересные формы. И установлена такая вот скульптура. Непонятно, какая скульптура, но в виде чего она установлена. И если мы будем смотреть, то здесь сейчас сделали кафе для гостей города Апольда. Просто для жителей города Апольда. Раньше этого тоже ничего не было. Вот это кафе, которое вы видите, и здание. Здание было полностью-полностью восстановлено. Было оно в заброшенном состоянии раньше. Здесь перед нами открывается вид на такой вот сквер. Точнее, это продолжение парка. Это часть парка, где те здания, на которых висят вещи, так оригинально оформлены. И это здание, здание Глекхан музея. То есть музея колоколов. Здесь также установлены колокола. Сейчас поближе подойду и их поснимаю. И вот сделана такая территория, парка, где можно посидеть, поотдыхать и приятно, хорошо провести время в нашем городе Апольда. И как я сказал, так вот по-интересному оформлено здание музея. Музей колоколов, на территории которого стоят также колокола на улице, которые можно пройти и посмотреть. И вот так вот оригинальненько оформили здание музея. И вот уже на территории парка, где стоит Глекхан музей, можно увидеть такие вот древние колокола, которые производились в городе Апольда. Город Апольда является также еще Глекхан штат. Вот еще один из интересных колоколов, который находится на территории. Он частично разбит. Вот вам видно, что здесь такая трещина, частично он разбит. И вот так вот он выглядит. Еще один из интереснейших колоколов, который находится на территории парка, он был произведен в 1720 году здесь, в городе Апольда. Спасибо. 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 Что еще интересного можно увидеть в Паулино-парке, так это рядом с Глекхан музеем стоит такой вот колодец. Естественно, это не действующий колодец, на котором установлены два колокола. И если есть желание, мы сейчас можем подойти поближе. Можно взять вот такой вот молоточек и как бы позвенеть немножко колоколами. Сейчас я это делать не буду. А вот там, в принципе, находится сам колодец, старинный колодец, который здесь располагался с давних-давних времен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok